Стало, что неплохо было бы здесь с вами поделиться секретами моего ежедневного макияжа, который занимает у меня не больше 5 минут в день. И такой макияж отлично подойдет для работы, учебы, особенно в Германии, где на каждый день ярко и вычурно краситься в принципе не принято. Как я уже сказала, такой макияж займет у вас не более 5 минут и понадобится вам для этого около 6 продуктов. И поэтому всем, кому интересна такая тема, я желаю приятного просмотра этого видео и надеюсь оно будет вам полезным. И кстати говоря о моем втором канале, англо-немецко-язычном канале, вас всех приглашаю по ссылке внизу, также оставлю вот здесь ссылку на этот второй канал. Заходите, там появились новые видео из наших путешествий по Америке и также влоги из Мюнхена. Ну все, хватит предысторий, погнали краситься. Итак, ну что, начнем. Я сразу после душа, чуть-чуть покрасневшее лицо, пока еще нанесла только тоник. У меня вот этой косметички находится все, что мне нужно на каждый день на ежедневный макияж. Тут на самом деле очень мало продуктов, поэтому наш макияж займет очень мало времени. Поехали! Первым делом я наношу увлажняющий крем. У меня он от марки Avene, вот он вот так выглядит. Это с матирующим эффектом, эмульсия. Мне очень нравится именно этот, потому что я не пользуюсь тональным кремом на каждый день. И этот крем очень хорошо делает покрытие кожи и матирует ее, подготавливая для консилера. И, возможно, для BB крема, если у меня действительно есть какие-то маленькие покраснения, либо раздражения, либо же, если потом нужно будет куда-то еще идти после работы, то я наношу BB крем. А так, в принципе, я наношу только вот этот крем и все. Мне очень нравится его финиш. Очень советую вам этот крем от AVE, потому что он еще и пахнет очень приятно, совершенно не раздражает, не забивает поры. Получается, он для жирной и проблемной кожи. Упс! И за счет этого он очень хорошо оставляет матирующий эффект на коже и приводит ее в красивое состояние. Поехали дальше! Как я уже сказала, BB крем я наношу не каждый день, но давайте сегодня сделаем, как будто мне нужно куда-то потом идти. BB крем у меня от Biotherm, я его покупаю постоянно. Он мне очень нравится. У меня он в оттенке Fair to Medium. Aqua Source BB крем, он увлажняет очень хорошо, приятно пахнет. Instant Beautifying Moisturizer. Он действительно очень быстро beautifies. Как я его наношу? Вот так вот, чуть-чуть на руку. И после этого, вот такой вот кисточкой, бафером от The Eva, я его наношу на лицо. Движение кисточкой я делаю вбивающее, потому что для этого она и предназначена. Это кисточка-бафер. Также я наношу этот крем и в область вокруг глаз. Он с увлажняющим эффектом, поэтому мне кажется, для наших глазок увлажняющий эффект никогда не помешает. И что важно, он не пересушивает кожу, поэтому для зоны вокруг глаз он тоже безопасный. Не знаю, если вам видно, в принципе, цвет кожи выровнялся, хотя покрытие у него очень легкое. Действительно, если у вас есть какие-то недостатки, покраснения, прыщи, то я бы посоветовала еще сверху такие места замазать консилером, потому что этот крем вам их не перекроет, либо же каким-то плотным тональным кремом. Этот же крем просто придаст вам равномерный цвет лица. И мне кажется, это как раз то, что нам нужно на каждый день. Как я уже сказала, если бывают моменты, когда есть какие-то прыщики, покраснения, я пользуюсь вот таким вот Cover Stick от Essence. Это очень дешевый продукт. Он стоит до 2 евро, честно скажу. Он у меня уже чуть-чуть такой потрепанный жизнью. В оттенке 20 Matte Sand он у меня. Вот такой карандаш. И я ним просто прохожусь по местам и пальчиком размазываю, если есть какие-то моменты, которые нужно скрыть. Последний этап в выравнивании цвета лица это консилер. Я уже не знаю сколько лет, наверное 4 или 5 лет точно, пользуюсь вот таким вот от Maybelline. Он Anti-Age серия Multi-Use Concealer. У меня в цвете 01 Light. И я его наношу, вот так вот нужно прокрутить, чтобы средство вышло наверх. Он у меня совсем новый, только один раз использовала, может быть вам видно. После того, как вы его вот так прокрутили, просто вот такими движениями, легкими, наносите под глазки. Я лично как делаю? Наношу вот так вот под глаза, чуть-чуть вот такой треугольничек рисую, чуть-чуть наверх. И также вот носогубные складки, там где покраснения бывают. Вот, выглядит конечно очень странно. Ну теперь мы это все забиваем вот такой кисточкой, бафером опять той же, которой наносили BB-крем. У меня есть еще и специальные кисточки для консилера, но если честно, когда нужно сделать по-быстрому, и с собой очень много кисточек не носишь каждый день, и на работу тоже нету смысла, поэтому я пользуюсь одной кисточкой. Ну а так, конечно же, если делать профессиональный макияж, ну либо не профессиональный, а какой-то там вечерний, когда дома очень много места, пространства, разложить все свои прибамбасы, то, конечно же, для этого существует более подходящая кисточка. Ну, я уже этой приловчилась вот так на ходу и в машине, и в полутемном туалете на работе делать себе ежедневный макияж. Вот так сейчас выглядит мое лицо, когда я нанесла BB-крем и консилер, и если еще и корректировочный карандаш. Важно сказать, что в силу того, что увлажняющий крем был матирующий, даже сквозь косметику не просвечивается никакой блеск, все выглядит матово, поэтому пудрой я не пользуюсь на каждый день. Следующий этап это брови. Я пользуюсь вот таким гелем, окрашивающим и фиксирующим от Nuxe. Он идет с такой вот кисточкой, как тушь. И этой кисточкой очень удобно. В моем случае просто я расчесываю брови, я их никогда не выщипываю очень сильно или не рисую. Я просто их вот так вот укладываю по своему росту, так сказать. И когда нарисуешь брови, сразу лицо становится более выразительным, и такое ощущение, что прям вот глаза открываются. Поэтому только вот этим гелем я пользуюсь и больше ничем. Следующий этап очень важный, как по мне. Многие пренебрегают этим шагом. Я же ни в коем случае не выхожу из дома, если не нарисую себе очертания лица. Это не какое-то сильное структурирование или контурирование, как Ким Кардашьян. Это больше просто подчеркнуть естественные линии лица, которые за счет того, что вы нанесли какой-то тонирующий крем, могли чуть-чуть смазаться. Я для этого не пользуюсь никакими контурирующими палетками, а просто вот такими румянами от MAC и от Заивы тоже кисточка для румян. Я этим румяном готова петь оды, если честно. Насколько красивый и естественный цвет называется оттенок Harmony, и как раз они подходят очень хорошо для ежедневного контурирования. Это совершенно не броский, очень естественный и очень красивый оттенок. Наношу я их очень просто, вот так вот на кисточку чуть-чуть струсили, и вот сюда на скулу, под скулу точнее, как раз вот это место, где должно быть чуть-чуть затемнение, и вывожу повыше на скулу. У меня лицо круглое, поэтому как раз вот это место мне нужно чуть-чуть притемнить, чтобы придать лицу чуть-чуть более вытянутый вид. Также, что я обязательно делаю, это чуть-чуть вот этих румян сюда на висок. Опять же, чтобы чуть-чуть скузить лицо. И еще, очень важно, я этот пункт для себя открыла совершенно недавно, и мне кажется, это просто гениально. Вот эти же румяна я наношу вместо теней. И прям вот так вот, за счет того, что кисть большая, растушевывается все очень естественно. И вот посмотрите даже сейчас разницу. Оно не видно, как будто вы тени нанесли, но все равно глаз более выразительный, чем просто по белому полотну глаз расположен. Все, не нужно никаких теней. У вас очень естественный получается макияж. Можно еще сюда чуть-чуть нанести. Опять же, чтобы закончить, делать ваше лицо более худым. И все, на этом этапе стоит определиться, хотите ли вы накрасить ресницы. Можно даже так пойти, но сейчас мы с вами накрасим, чтобы завершить лук. Тушь у меня от Yves Saint Laurent. Мне она очень нравится, мне ее подарила подружка на Новый год. Почему она мне нравится? Потому что у нее вот такая очень удобная кисточка. Она обеспечивает очень легкое нанесение, буквально движением, тремя движениями кисточки. Я вот раз, посерединке и опять с краешку и все. Еще раз. Три движения. Раз, раз и еще раз в конец расчесываем. Все. Нижние ресницы я крашу не всегда. Но сейчас мы можем накрасить, чтобы до конца уже довести наш макияж. Но в принципе для ежедневного мейка можно даже глаза вообще не красить. Но мне с ресницами все равно мне нравится больше, как-то глаза все равно более выразительные получаются. Для ежедневного макияжа я не использую помады. Максимум это в офисе, когда чуть-чуть засушенный воздух, я пользуюсь гигиеничкой. А так в принципе мне нравится, когда естественный оттенок губ. Вот и все. Вот так выглядит мой ежедневный макияж. Сама процедура очень простая и не требует совершенно никаких экстра навыков, либо супер дорогой косметики. Я надеюсь, что это видео было вам интересным и полезным. Если так, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, также на мой второй англо-немецко-язычный канал. Дайте мне знать в комментариях, были бы такие видео вам интересны на моем канале. Спасибо вам огромное за просмотр, и мы увидимся с вами очень скоро в следующем видео. Пока!